Видите, какая красота сидит со мной рядом. Ну ты хоть форчик-то открой, ё-моё. Ну потом нарисую я тебе картину такую. Не забудь. Ах, какие красивые у тебя ресницы, боже мой, богиня. Всё, королева красоты. Запечатлел тебя на камеру. С близкого расстояния. Рисуйте мои на ушах. Смотрите, короче, в тик-токе. Да-да-да, ресницы на ушах. Ну чё ж. А чё у тебя, ресницы на ушах? Или в ушах? Вот мы дожили, короче, с тобой. До старости. Вчера я рассказывала вам про девочку Машу, которая нарисовала рисунок в школе в поддержку Украины. А продажная директриса сдала её семью ментам. У девочки, кроме отца, нет никого. Её забрали в детский дом. А его судили. Два года лишения свободы. За непатриотизм. Он успел сбежать перед оглашением приговора. Но ночью на 30 марта его суки поймали в Минске. Он включил мобильный телефон, и твари тут же его выследили. Его предупреждали, что телефон нельзя включать, а сим-карту нужно выкинуть. Но отцовские переживания за дочь взяли вверх. Теперь фашисты прибавят ему ещё года за побег и физически будут издеваться. Не стрелять. Хватите его уже. Пас. Теперь фашисты прибавят ему ещё года за побег и физически будут издеваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Тульский суд, который, как и все путинские суды, получает директивы и указания на обязательное осуждение, обязательное и непременное осуждение, без исключения, любых антивоенных, даже самых маленьких, тихих и недлинных проявлений, он оставил в силе призговой приговор тому самому Алексею Маскалёву, чудесному папе, чудесной дочке. От всех остальных процессов... То есть оставил его в тюрьме. От всех остальных процессов путинского времени сегодняшнее слушание дела Маскалёва отличается, наверное, только тем, что он попросил суд переговорить его к высшей мере наказания, потому что жить без своей дочери он не может ни единого дня. Но на него рыбьим глазом посмотрел суд и приговор оставил в стиле, да еще и довесил какую-то очередную гадость несчастному отцу. Как вы помните, там все произошло только из-за детского антивоенного рисунка, благодаря которому Маскалёва обвинили в подрыве государственной безопасности, обороноспособности, в компрометации армии и так далее, и так далее. Они действительно панически боятся любых антивоенных проявлений, боятся больше, чем чумы, боятся больше, чем атомной войны. Они прекрасно понимают, что если это явление станет ну хотя бы в три раза более заметным и крупным, все, тогда им каюк, тогда начнется вирусное распространение, тогда те, кто молчали и трусили, те, кто как летучие мыши, сидели по своим пещеркам, они расправят свои кожистые крылья и решатся наконец на пусть писк, но писк антивоенный. Ой, еще есть одна забавность, которую, конечно, надо упомянуть. Ну вот настолько набитого, набитого рака так, пусть и дальше надо еще писать. Ну вот настолько набитого, набитого брака так, пусть и дальше надо еще писать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дополнечный песок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опасный, особенно полночью, темный Вот собачий, самый огромный, огромный собачий секрет Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака бывает кусачей Только над жизни собачьей собака бывает кусачьи. Сама новой войны, собачьи! Я тоже не собачьи! Доброе утро! Тристи собачьи! Субтитры создавал DimaTorzok